Ку-ку-ку, ку-ку-ку. Ставьте лайки, пишите комментарии. Даш, мальчик, да не бойся. Да это я, блядь. Ты вообще ебанутый стал с этой дюхой. На тебя очень плохо влияет ваше общение, гараж. Ты уже отца не признаешь. Пошли домой. Ай, блядь. Это такая интересная тема. А ну, ребятки, скажите, какое имя вы больше всего не любите? Вот каким именем вы никогда бы не назвали своего ребенка? Этих людей априори, ну вот вам не нравится это имя, пи***ц. Вы не можете понять почему. Просто вот, фу, сука. Есть такое имя у вас? Я расскажу вам, к чему вы вообще эту тему затронули. Вот какое женское имя, которое, ну, не мелодично звучит. Ну вот Галина. Прикиньте, Галина. То есть сразу, вот она дефолтом родилась и бабушка. Бабушка Галя. А если еще и папа Никита, тоже имя, пи***ц, для отчества. Галина Никитишна. Галина Никитишна, нахуй. Сразу маленькая бабушка родилась, представляете? Покажи, что никого нет, никого нет. Я для тебя арендовал сегодня Макдональдс. Спасибо большое. Еще лакшери бургер заказал. Подожди. Ты будешь со мной жрать до конца моих дней? Да, да, да. Она сказала да, б***ь. А, извини, это мне бедный бургер, у тебя богатый бургер. Ну, барабан, конечно, потому что я могу себе посудить, а ты нет. Мы, короче, на массажик пришли. Первый раз здесь, в Циндау. Давайте посмотрим. Смотрите, какой шарик крутится. Ах, х**ть. Фонтина спа называется. А здесь что? А здесь непонятно что. Ну, короче, какие-то б***ь банки. Вот здесь вот меняешь обувь, диванчик такой. Поднимаемся по ступенькам. Свечечки с аромамаслами везде стоят. Пошли посмотрим. Какая девочка красивая. Господи. Смотрите, как красивая. Вау. Ну, это я говорю вау, типа, на самом деле, ну, чтобы она подумала, что мне нравится. На самом деле, как в больничной палате, но. Окей. А вы только руки моете или можно? Леша как-то почувствовал, знаете, какое-то вдохновение. Какой-то заряд, знаете, вселенский. Сей, сей. Ага. Все по факту. Ебать. Не, ну, выглядит это х**ть. Давайте посмотрим, какой это все-таки массаж. Потому что там, где мы были, в маленьком городке, массаж был самый х**ть. И выглядело классно. Но не всегда работает так, что то, что выглядит классно, на самом деле классно исполняется. Нет, давайте мы подождем, что это за массаж, посмотрим. Вот это, кстати, надо сувать уже. Это мышцы разменять, дурашки. Ну, что вы? Ребятки, смотрите, у каждого индивидуальный шкафчик. Прикиньте, за е**ть. Вы дали одноразовые трусики, посмотрите. Класс, да? Дальше. Вот это, конечно, е**ть. Это было лишнее. Есть ящик для ценностей. Самое ценное, это, естественно, крестики мои трусики. Вот, я сложил. Саш, если что, написано, что это мусорка. Я серьезно? Бл***ь. Тогда только трусики. Та не, ребятки, мой вердикт. Пиздец, просто вообще 10 из 10. Су**ть, это потрясающе. Посмотрите, здесь еще какой туалет. Ту**ть, вот туча всяких штучек там для лица, для тела, для крема. Фу**ть, блядь. И душ. Чтобы сразу после вот этого маслом полностью вымазали меня, прикиньте, чтобы сразу сейчас принять душе. Короче, это просто ох**енно. Вот что я вам скажу. О**енно. Смотрите, тут на выходе сколько чайку, чем разного можно попить. Фу**ть, я здесь кайфанул, ребятки. Си-си. Си-си. Бай-бай. Кайфанул просто пиздец. И знаете, что украл? Масло. Масло Асмантуса. Без понятия, что это такое Асмантус, но звучит потрясающе. Клиптоман, яичный, знаете. Главное, что-то спи**ить. Только чш-си, пожалуйста, вы умеете хранить секретики, мои хорошие? Чш-си, никому. Никому. Пиздец. Мы на каком-то роковом концерте были, и прям выступают музыканты, и он гитару берет, и по голове мне, как у ебал, прикиньте, я просыпаюсь. Нах**й. Ребятки, в этот светлый праздник хочу попросить прощения у каждого из вас, кого я обидел своими словами, либо какими-то поступками. Пожалуйста, простите, я не со зла. Иногда слишком импульсивный, эмоциональный. Но я нормальный тип, честное слово. Ну, сам себя, по крайней мере, я воспринимаю нормально. Спасибо вам огромное, что вы со мной. Очередной раз признаюсь вам в любви. Вы самые лучшие и хранит вас Бог. Целую. Засосал. А можно в праздник говорить засосал? Там можно. Женщина, тоже простите меня ради Христа. За все простите. Пидрас. Пидасина. Не знаю, какой выберешь. Вот эти хочу. Нет, вот эти. Типа с кольцами. Покажи ближе, пусть ребята выберут. Ребят, выберите, пожалуйста, у меня какие ноготочки сильные делать. Достаточно. Давай тут место такое плюс вайбовое. Смотрите, Starbucks резерв, какой красивый тоже. Это все внутри, типа, вот жилых домов. Это как комплекс и офисный, и жилой. Поняли? Смотрите, как красиво. Сейчас вам хочу показать куделя этого. Это пи***ь. Смотрите, какой огромный. Смотри, какой огромный. Бля, бля. Здоровый какой. Татья, ваша ментая. Благослово. Ни п***а себе. Ты какой огромный, брат. Какой огромный. Красаваточка такая. Еб***ь какая цаца. Вы посмотрите на эту талию. Не вот эту зл***ю, а вот. Бля. Ах ты моя хорошая. Тьфу, бля. Два с половиной часа мы уже в банке. Вы знаете, что мы берем справку о доходах. Уже консилиум, бля, собрался. Консилиум, бля, решают, какие нам. А здесь это какая буква? Я говорю, Александр. Как Александр? Сидят, смеются. Еб***ь, тупо приезжали ребята в банк. Бля. И вон еще один. Сейчас я дойду до него. Сейчас, сейчас, сейчас я до него дойду, ребята. Я вообще просто при***ел с этого цвета. Смотрите, бля. Еб***ь, сын. С***ь, откуда у вас столько денег? Вон, и вон моя зл***я постоит. Вот она. Один вот супот тормозной стоит столько же, сколько это бэха. А ну, уезжай, блядь, отсюда. Я сказал, уезжай отсюда. Типа, еб***ь, нас. Мы перестраивались, еб***ь. У него там вообще х***я. Просто пронесся, блядь, и врезал. И все, в принципе, х***я. Там только пленочка задета. Но нет, сейчас надо стоять, блядь, и ждать страховиков. Два часа. Да еб***ь, рот, нахуй. Как же я везуч. Я не пойму, почему у нас страховщик приехал. Смотрите, там проблемные мужчины. А у него страховщик, глянь, как с***а. Брюс Уилли с полустетхом. Очень сексуальный и лысый мужчина. Почему у нас вот... Гараж, привет. Не подскажешь, который час у тебя, я смотрю, браслет из золотых роликсов. Спасибо большое. Все, спасибо. Я узнал, сколько время гараж. Мажор, еб***ь, блядь. Прикиньте, реально вот такой браслет из роликсов, блядь. Коту-ошейник. Погнали, распаковка, нахуй. Эту посылку я ждал из Японии целых шесть дней. Casio A100 или W100. Ну, это новая модель, и она теперь называется W100. Раньше это была Ашка. Вот такие часики. Посмотрите, какая красота. Если кто помнит фильм Чужой, вот там Рипли была в этих часах. Это просто неумеряющая классика, с***а. Они потрясающие, вы посмотрите. Четыре кнопки прямо на... Не на боковой панели, а прямо на вот портовой. Цвет черный металлик. Потому что могу себе позволить. 200 юаней, прикиньте. 199. Вот это классная, обмен полезностями у курильщиков. Когда ты улетаешь, у тебя все равно заберут зажигалку. И пацаны оставляют ее вот здесь, вот прямо на курительной, на этой урне. Поняли? А те, кто выходит, и у кого нет зажигалки, сразу раз себе забрали эту зажигалку. Получается, обмен зажигалок в природе. Представляете? Круговорот, блядь. Смотрите, тут корейская еда. Вон она. Видели? Убежала. Почему все пилоты такие сексуальные мужики? Все, как на подбор, такие красивые. Как модельную школу, блядь, все проходили. Ой, блядь. А девочки любят плохих парней, да? А я бунтарь. Я бунтарь, девочки. Все, ребятки, хорошего полета. Давайте увидимся через 11 часов. Засосал. Всем пиз. Мы в Дубайске. Сразу запах роскоши и богатства. Ёбаный сыр. Вы посмотрите, вы посмотрите на эту резину. Божечки. А сколько ж на спидометре, мне интересно? 700, нахуй, блядь. Брат, цены нет, как ты меня встретил. Спасибо большое. Приятное, да? Диняяя, давай. Ребятки, вы посмотрите, наверное. Ну что, ребятки, посмотрели? Атлантиз, Дубай, да? Как красиво светится. А теперь погнали в реальность. Итак, софетель. Вот, пожалуйста, отельчик. Бабушки на трюмо, бабушки на ванну. Зеркало модное такое. Не, серьезно, вроде прикольно. Унитаз рульенький. Можно перепутать со сковородкой и пожарить что-то. Дальше душ. Как в больнице, блядь. Белые стены. Пошли дальше. В сейфе есть, слава богу. Это же самое главное. Если не в сейфе не заселился, блядь, сюда. И вот. Если в шагах посчитать, то это раз, пять. Вот такой номер. Так, ну а если серьезно, эксперты, блядь, оно поясняйте. Если есть унитаз с гигиеническим душем, который, да, работает. Зачем тогда вторая вот эта хуйня тоже подмывать? Если ты здесь можешь подмыть. На, подмыл вот этой водой, потом еще более чистой водой лишь. Зачем две вот эти хуйня шляпы? Ребятки, утро доброе. Во-первых, посмотрите, какая тачка. Просто пи***ц, Феррари, да? Во-вторых, знаете, что такое жизнь удалась? Смотрите еще, какая тачка. Это когда тебя на входе встречает свой личный водитель. Да, полненький он. Да, лысоватый. Но такой родной свой. Такой. Мальчик. Иди нахуй отсюда, блядь. Парьёбанная, блядь. Ребяточки, ну что, мечты продолжают сбываться. Спасибо огромное, Вадим Казаков. Он же более известен как Эвелон, либо Аппида. Ну, короче. Вот он, собственно, и подарок. Та вещь, на которую я всегда заходил, смотрел и думал, да нет, жалко. Да нет, в лучшие времена, да нет. Потому что я из небогатой семьи, а он мажор ебаный. И вот он мне подарил вот эту штуку на день рождения. Ребятки, это пи***ц, это просто кулон мечты. Внутри там какой-то камень, там метеоритный, я ебаный. Это будет смотреться просто потрясающе. Сейчас просто чуть-чуть сократят цепочку, поняли? Потому что она, ну, как у батюшки висит, где-то вот тут. Мне так не подходит. Короче, сократят цепочку и все, и мы его заберем через 4 дня. Ебать-ка, бать. Посмотрите. Вадюха, еще раз спасибо. А знаете что? Вчера я что-то перегнул, наверное. Импульсивно на эмоциях пи***нул. Нормальный номер. Нормальный знаете чем? Лявидок. Ебать. Да, между домов. Да, тут нихуя не видно. Но кусочек-то видно, моряка? Видно. Горочки видно? Видно. Единорог. Ребятки, кто был в Дубайске? Скажите, пожалуйста, как называется вот эта пи***ня, где по натянутой веревке тебя привязывают, и ты летишь прямо над красотой, над Мариной. Вы, наверное, поймете, о чем я говорю. Ну, короче, есть такое развлечение. Я с***, я не помню название этой шляпы. Веревка натянута на 1 километр, представляете? И на высоте 170 метров. Ты летишь прямо е***лом вниз, вот так вот привязанный, просто со скоростью 80 километров в час. Тебе дают гоупрошку на шлем, блять. И ты можешь все это комментировать. Короче, говорите мне идти, е***шить, потом выкладывать сюда же. Все вместе обосрёмся, блять. Вы когда-нибудь пробовали баклажанчики? Внутри красная икра, укропчик, сыр творожный, и они чесночные. Я рот е***ал этих баклажанов как. Ну, знаете, что я понял? Исходя из последних двух дней катания на этой машине, я её себе не куплю. Никогда, я никогда не куплю себе гель. Коробка просто на колёсах, вот так вот едешь и каждую бочку. Спасибо за внимание. С кайфом, ребятки, смотрите, какое заведение. Смоки-бит, ну типа курительный пляж. И оно прямо на пляжу, вот в лагуне. Такой безалкогольный вариант, прикиньте. Ну, то есть здесь нет алкашки вообще. Чисто курят каличи и пьют чайок. Блять, какая же атмосфера. Скажите с кайфом. Все на подушечках сидят, гляньте, кальянчики и чаёк. Е***ть, я здесь остаюсь. Никогда знаете, чего не понимал? Услуги риэлтора. Вот он мой риэлтор. 40 тысяч дирхам кондиционер. 40 тысяч дирхам за его услуги. Знаете, что он сделал? Говорит, ну вот вот эту квартиру будешь брать. Я говорю, да. Он говорит, ну за***сь. Ты чё, блять? Я с машины высовываюсь. У меня волосы развиваются по ветру? Посмотрите. Или не развиваются? Ребятки, вы смотрите, какие шедевры он рисует. Получается, просто скидываешь ему фотографию и сфотки рисует. Вы посмотрите эти портреты. Вот величайшие. Это вообще. Это реально очень красиво. Ваканда навеки. Я е***л рот. Ну вы посмотрите. Охуенно знаете кому? У кого батя десантник? Я за пивом. Ребяточки, у меня сегодня 9 тысяч шагов. Прикиньте, это абсолютный рекорд. Это больше, чем за целый год в Китае. Представляете? Сколько вы шагов находили? А ну поделитесь со мной мои чемпионы. Я знаете, что обожаю? Всегда разводить и говорить, что у меня день рождения. Я тоже с вами не буду. Поролоса, товар. Торт. Ну это х**лый торт. Ну какой блогер, такой и торт. Рядом Кита. Это кровь или нет? А я ж до этого любил эту песню, ребят. Очень любил. Бон Джови сейчас перевернулся. Или он живой? Бля, 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 водопады. Hello. Hi human. В смысле hi human. Салам алейкум. Давай, краба. How are you? I am super good and what about you? I am fine also, thank you. Блядь, ну вот и попи***ли за жизнь. Состояние сильно х**лое. Меня п**дует, шоконину, блядь. Хотя казалось бы чего. Мама приехала и будь счастлив. Расслабляйся, гуляй. Нет. Состояние прямо е**ное. Уже даже началось такое, типа, дереализация, деперсонализация. Одно из самых неприятных симптомов. Кто знает, тот понимает, о чем я говорю. Короче, х**я е**ное. Будем жрать таблетки пачками и спать. Берейте себя. Всех люблю. Короче, вчера сдавали medical check-up. Ну, medical check-up. Медицинское обследование. У**бой. Взяли кровь, сделали x-ray, рентген легких. И нашли что-то в легких у меня. Какое-то пятно. Сегодня пришел на полное обследование. Через час выйдут результаты. Я себе накрутил уже такой х**ни. Вплоть до 16 видов рака, прикиньте. И вот этот час, это будет сейчас самый долгий час в моей жизни. Короче, дай бог, чтобы это просто была ошибка какого-то рентгена. Я х**ть знаю. Все, давайте. Сделали цветную. Это пучок постковидный. Никакой угрозы для здоровья нет. Пошло ты на х**й. Е**ная ковидла. Я уже со всеми попрощался. Я переболел тобой 3 года назад. Какой в п***ду пучок, блядь. Ребятки, а вы в курсе или нет? Говорят, что вот эта штука лечит панические атаки. 40 градусов, 0,7. Но нужно за раз 0,7 выпивать и не будет панических атак. Это правда или нет? А потом я спрашиваю, откуда у меня там волнение по поводу рака. Вот это за л**а. Айкас, да? И вот смотрите, мы посидели 3 часа. Раз, два. 9 сигарет на л** за 3 часа. Е**й с**й старый. Ребяточки, всем привет. Хотите, я сделаю распаковку рюкзака моей племянницы? Давайте посмотрим, что ребенок носит в рюкзаке. Килограмма 4, наверное. Хотя ребенок весит 7. Ребят, во-первых, не спрашивайте, почему я выгляжу как гей? Девочка. Как девочка. Потому что мне сказали надеть вот эту рубашечку на меня примере. Итак, распаковка. Распаковка рюкзачка ребенка. Ее рюкзачка. Ребеночка, это что? Это термос, ребят. Это что? Водичка. Ой, Христос из грязи. Это что? Тик-так. Принцессы пошли. Кто это быстро? Белла. Красавица и чудовище. Я знаю, а ты не знаешь. Стыдно должно быть. Это подставка для телефона, да? Тоже очень нужная вещь в рюкзаке. Это кто? Рапунцель. Она похожа волосами на меня? Нет. Обидно, но я съем это. Это кто? Жасмин из Аладдина. Стыдно не знать. Это кто? Порошок Ариэль. Не Агей. Агей. Агей, смотри. Это кто? Белоснежка. Рапунцель. Для всех Рапунцель. Это что такое? Игрушка. Игрушка? Откуда? Из этого. С Макдонавца. Да. С Макдонавца. С Макдонавца. Кто это? Золушка. Золушка. Это кто? Николай. А кто это? Аврора. Аврора. Это кто? Мулан. Тен, почему кофе у тебя в сумке? Я не понимаю. Ты украла кофе просто? Нет. Ну, кто-то захочет. А вдруг кто-то захочет? Конечно. Это что такое? Вилка-ложка-набор. Вилка-ложка-набор. Потрясающе. Тен, у тебя два кофе, да? На всякий случай. Правильно, Камера? Это что? Скитлз? Да. И последняя принцесса. Кто это? Мулан. А у тебя все мулан, да? Ну, там две муланы получаются. Это все, ребята. Если вам понравилось, ставьте лайки. Что ты ногу клеишь? Камеру. Отодвинься от меня, чертенок. Жмите себе на... Куда угодно жмите. Спасибо. Какая красивая девочка. Ой, с этого ракурса давай. Ага. Усраться нахуй. Как красиво вообще. Ели когда-нибудь долму? Это в виноградных листьях завернутое мясо. И со сметаной сегодня я ел. И хачапури по-аджарски. Это лепешка, пожаренная в печи. Сыр с улугуни и яичко. Все перемешано внутри. Я завалил ебало, как это вкусно. Я никогда ничего подобного не ел. У меня аж тряслось, блядь. Короче, те, кто знает, где я сейчас нахожусь, поздравляю. И вы понимаете, да, что за часы у этого человека. Вот это вот внизу, это ну такое, блядь. Знаете, чисто что-то на бедном. Здесь всего лишь на миллион долларов, наверное. Да, нехорошо. Это, ребята. Здесь больше, чем у него. Это просто пи***ц. Вы посмотрите. Да, блядь. Ладно. Это сколько почек здесь, блядь. Привет знатокам и автолюбителям. Поясните мне, долгу, почему они отодвигают дворники? Я понимаю зимой, когда намерзает. Почему летом на парковке отодвинуты дворники? Ну вот на многих машинах я что-то или не догоняю. Так, смотрите. Туя, туя, туя. Туя, она же в форме ху**а. Ребята, еще одно официальное заявление хочу сделать. Комары пи***ц. Неважно какой национальности. В каждой стране комары пи***ц. И еще один вопрос. А как объяснить ребенку, который в лунопарке на аттракционах выиграл игрушку, что ее нельзя забрать домой? Ну это просто нереально. А она начинает биться в истерике, мол я ее заберу. Как ты ее заберешь? Что это она? Посмотрите. Баклажан размером со шляпу с мою. Кто такое придумал? Ребятки, вы сейчас охереете. Джо Байден, как живой, прикиньте. Пришел смотреть фонтаны. Всем привет. Коротенькая история уровень пох***ц, к которому я стремлюсь всей душой. Связывается с моим администратором человек и говорит, слышите, а давайте я на даунтауне живу. Пусть Александр подъедет, я сфотографируюсь с ним и уедет. Человек, если ты меня слышишь, я прямо сейчас выезжаю нахуй. Я сейчас все брошу и выезжаю к тебе фоткаться. Спасибо большое, что уделил мне время. Вадюха, еще раз огромное спасибо. Исполнил мою детскую мечту. Я помню с детства, с трех лет хотел себе ванклиф. Смотрите, какой красивый. Все. Такая счастливая, такая счастливая, девочки, балуйте себя. И еще застраивается. Прикиньте, мы выехали за город, по 40 минут за городом. И это только начинает расстраиваться. Смотрите, все в строительных кранах. И давайте вдумаемся, в 71-м году Дубай начал строиться. В 71-м. Городу 50 лет. Сейчас дайте я вспомню, что изменилось у нас за 50 лет. Ни хуйня. Вообще ничего. Ой, брат. Это джиги метровый. Ванцико, ванцико. Его напротив солнца чуть не видно. Как будто перфомашки не открыт. Здравствуйте. И этот подарок вам от Танецких Монзей. Ой, спасибо, брат. Дмитровая рюля. Сейчас мы достанем ножницы, или как говорится. Это нормально, если встала шляпа у меня? Так. А? Что шляпа? Не, 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 я чисто, извините. Не, нормально. Вот так вот. Ой, ой, ой. Вот это шпага. Это уже не шпага, это уже сабля. А, сабля. Приятного аппетита, приятного. Спасибо, брат. Скажите, как вы относитесь к тому, чтобы завтра в часов 9 поехать в кинотеатр корейский, бестселлер, просто *** фильм. Я не знаю, ну, скорее всего, вы его видели, я буду смотреть его первый раз, но это очень-очень классный фильм, я знаю. На каком языке, ну, ***, на котором мы разговариваем. Как вы нахренели, чтобы я запустил на корейском, ***, либо на каком-нибудь... Я не знаю, чем вы думаете, ***. Сейчас на корейском будем смотреть «Паразиты». Сидеть про кончамина из БТС, из Панки Хой, отчинаш, инсулин, чокопей. Всех помню. Какая умничка. Если вам это понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте, пока-пока. Подписывайтесь на лайк. Пока. 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 Пока.